Добрый день, дорогие друзья! С вами шеф-повар Сергей Легай и компания Мариадор. Сегодня мы будем готовить крабовые котлетки. Для этого мы будем использовать салатное мясо равношипого краба, а также нам понадобится палтус, сладкий перец, огурцы, лук, специи и приправы. Обо всем постепенно, все детально расскажем и покажем. В конце мы обязательно упомянем пару интересных ингредиентов, поэтому досмотри ролик до конца, подписывайся на наш канал, а в комментариях оставляй, какие еще блюда из равношипого краба хотел бы увидеть, а мы обязательно постараемся для вас. Ну что, погнали? Итак, для начала нам потребуется обработать палтус. У нас уже готовое филе, мы его разрежем и удалим срединную линию. Там жесткая срединная ткань, которая нам в нашем блюде совершенно ни к чему. Порубим палтус на кусочки. Кроме того, в нашем рецепте потребуется сливочное масло. Мы будем использовать вот такой девайс. Добавим сливочное масло. Лук проблю на куски, чтобы блендеру было легче перемалывать. Так. Для того, чтобы структурировать наш фарш, я добавлю сюда не хлеб, а сухарики панка. В отличие от хлеба, сухарики панка не дадут нашему фаршу хлебного привкуса, поэтому фарш получится плотный, достаточно эластичный, но при этом без привкуса сухарных крошек. Так. Угу. Отлично. Итак, фарш из палтуса мы приготовили. Теперь очередь за крабом. Поскольку краб у нас очень сочный, мы немножко отожмем лишнюю влагу. Измельчим вот так вот краба на фрагменты, но не очень мелко. Краб у нас должен хорошо читаться в котлетах, ощущаться на зуб. Соответственно, красные кожные покровы в размешанном фарше должны красиво выделяться. В качестве приправы будем использовать свежесмолотый перец, а соль подчеркнем за счет устрочного соуса. Итак, это первый секретный ингредиент. Вымешаем фарш и немного его надо отбить. Из палтуса выбьется белок и он хорошо свяжет наши котлеты. Фарш наш готов. Для того, чтобы он полностью структурировался, мы отправим его минут на 15-20 в холодильник. Пока наш фарш текстурируется, займемся гарниром. На гарнир мы будем делать легкий овощной салат. Для него нам понадобятся огурцы. Огурцы чистим при помощи экономки от шкурки. Использовать будем мякоть огурца без кожицы и без семенной части. Кожица будет слишком грубой в нашем блюде, а семенная часть даст слишком много воды. Отложим семенную часть. В этом блюде она нам не понадобится, а в принципе это не является на самом деле отходом. Серединки огурцов, также как и шкурку, можно пробить через блендер и приготовить замечательно вкусный огуречный смузи. Так, дальше огурец нашинкуем тонкой соломкой. Так, отлично. Кроме этого нам потребуется сладкий перец. Так. Мы смешали сладкий перец и огурцы. Равномерно перемешаем. Отлично. Немного салатных листьев. И теперь пора приступить к соусу. Для соуса нам понадобится рисовый уксус. Мед. Соевый соус. Чуть-чуть свежесмолотого перца. Чайная ложка горчицы. Такой горчично-медовый соус на азиатский манер. Небольшое количество репчатого лука. Кунжутное масло. И оливковое масло. При помощи блендера мы сейчас соус доведем до однородного состояния. А подробные пропорции в описании под видео. Наш соус готов. Пора проверить как наш фарш. Фарш получился отличный, плотный. Для панировки мы будем использовать сухарики панку. Но сухарики достаточно крупной фракции. А мне нужна фракция помельче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, котлетки наши готовы. Значит, мы берем наш салат. Заправляем соусом. И выкладываем салат в центр тарелки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В центр каждой котлетки выкладываем второй наш секретный ингредиент. Это красная лососевая икра. В данном случае икра горбуши. Вкус икры подчеркнет изысканный вкус равношипового краба. И поэтому у нас получится законченная композиция. Ну и поскольку какое же рыбное блюдо без лимона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Вырежем красивый ломтик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, наше блюдо, котлеты из краба с легким овощным салатом, готово. Обратите внимание, что, в принципе, все ингредиенты достаточно простые. Но, может быть, за исключением краба. В остальном все готовится легко и просто. Поэтому я вам рекомендую этот рецепт. Готовьте с удовольствием. Пусть вам будет вкусно. С вами был шеф-повар Сергей Легай. Компания Мариадор. До новых рыбных встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова